В Казанском федеральном университете завершился прием документов. Верховный суд Российской Федерации признал законным запрет свидетелей и Яковы. Лаборатория Касперского объявила о запуске всемирного бесплатного антивируса. Несмотря на то, что в Казанском федеральном университете завершился прием документов, приемная комиссия продолжает свою работу. Уже в начале августа можно будет узнать точную информацию о поступлении. А сейчас предлагаем тебе посмотреть сюжет об итогах приемной комиссии 2017. В Казанском федеральном университете завершился прием документов. По данным на 27 июля на бюджетные места в Казанский университет подано 44 139 заявлений при плане приема 4980. А на контрактную форму обучения в этом году Казанский федеральный планирует принять около 10 тысяч абитуриентов. На контракт подано 21 587 заявлений. Это составляет примерно 2,4 человек на место. Зачисление на бюджет будет проходить в две волны. Первый приказ выйдет 3 августа. Вторая волна, оставшиеся 20 процентов, то есть в первую волну мы зачисляем 80 процентов и 20 процентов оставляем на вторую волну. Это те, кто не определились и они имеют возможность занести свои оригиналы до 6 августа. По количеству поданных заявлений все так же лидирует Институт управления экономикой и финансов. Там самый высокий конкурс на поступление 16,5 человек на место. Внутри института есть отдельное направление, есть отдельные специальности, которые очень востребованы или менее востребованы. Например, если мы возьмем Институт международных отношений, он также в числе лидеров, у него около 15 человек на место конкурс на сегодняшний день. Но есть отдельное направление, лингвистика. Это очень востребованные конкурсы, там очень высокие проходные баллы. Или Институт фундаментальной медицины и биологии. Традиционно высокий конкурс на лечебное дело, на стоматологию. В этом году в Казанский федеральный университет поступают 62 абитуриента с баллами ЕГЭ в сумме выше 290. Отчетливо выражается тенденция в росте средних баллов. То есть высокобалерники в этом году все-таки их больше оказалось у нас, чем в прошлом году. В сравнении с 2016 годом заявление на контрактную форму обучения было подано намного больше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом примерно сопоставимые цифры по бюджету, а по контракту достаточно ощутимые превышения. То есть вот если сравнивать с прошлым годом, то я могу сказать, в прошлом году 19 862 заявления было подано на эту же дату. А у нас всего на сегодняшний день 21 587. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. 17 июля Верховный суд Российской Федерации признал организацию свидетелей Еговы экстремисткой и распорядился конфисковать все ее имущество в пользу государства. О том, почему же это произошло и можно ли относить свидетелей Еговы к религиозным конфессиям, ты узнаешь в следующем сюжете. Религиозная организация свидетелей Еговы окончательно запрещена в России как экстремистская точка в истории ее существования. В нашей стране 17 июля поставила апелляционная коллегия Верховного суда. Ликвидированы также 395 региональных отделений организации, а ее имущество обречено в доход государства. Это уникальный флаг для правоприменительной практики в Российской Федерации, так как запрещены все организации свидетелей Еговы по всей стране на основании принципа единства вероучения. До сих пор такого случая в России не было вообще. То есть у нас вообще-то как бы обычно запрещается каждая зарегистрированная организация местная или потенциализованная отдельно. В апреле в Верховном суде России начался процесс по делу о признании экстремистской религиозной организации свидетелей Еговы и ликвидации всех ее структур в России. Инициатором процесса выступило Министерство юстиции России, которое обвиняло организацию в осуществлении экстремистской деятельности. На данный момент мы можем сказать, что свидетели Еговы запрещены, так как были выявлены факты нарушения и мягкий антиэкстремистского закона. То есть речь идет о распространении запрещенной к обороту и внесенной в специальный перечень литературы. Невзирая на факты решения суда и многократные предупреждения, свидетели Еговы продолжали распространяться в книге. И в определенный момент их представили к запрету на территорию всей страны. Свидетели Еговы не первая религиозная организация, законность деятельности которой оспаривает Минюст. 23 ноября 2015 года Мосгорсуд рассмотрел иск данного Министерства о ликвидации Саентологической церкви Москвы. И признал организацию, не соответствующую федеральному законодательству. В основном все религиозные организации действуют согласно законодательству до факта осуществления противоправной деятельности. В случае, если это вопрос религиозного характера, тогда может быть подвергнут запретом вся религиозная организация. Почти 80 опрошенных Левада-центром россиян поддерживают введенные в России запрет на организацию свидетелей Еговы, которую Верховный суд признал экстремисткой. Диана Шилова, Универ Ньюс. Растворы сопровождают нас повсюду. Даже мы с вами частично состоим из растворов. Особенно много веществ хранит себе наша кровь. Одни настроены на обнаружение чужеродных элементов, вторые передают полученную информацию молодым клеткам, а третьи внедряются искусственным путем, чтобы уберечь нас от страшной беды. На что еще способны химические растворы, вам расскажет Аделя Шимилова. Студенческая жизнь — это не только экзамены, зачеты, лекции и практические занятия. В Казанском университете студенты не менее активно развивают научную деятельность. Четыре года назад, после окончания физико-математического класса лицея имени Лобачевского, Диляраха Ибрахманова поступила в Химический институт Казанского федерального университета и быстро нашла свое призвание в широком мире науки. Девушка изучает термодинамику растворов в органических растворителях и связывание белков. Свой научный труд Диляра уже опубликовала в зарубежном журнале Journal of Molecular Liquids, тем самым открыв собственный счет в международном табеле о рангах. Это фундаментальная наука, а на фундаментальной науке у нас строится, в принципе, весь мир. Применительные, например, белка, все знают, что у нас в организме, например, в том же самой крови, содержится большое количество белков, которые могут захватывать какие-то молекулы, например, те же самые молекулы и лекарства, и потом переносить по нашему организму. То есть это, по сути, связано с тем, как мы живем. Если заглянуть в саму суть данной науки, то можно с легкостью убедиться, что вся наша жизнь состоит из растворов. В любых растворах частицы веществ равномерно распределены по объему. Диляра ведет активную работу над концентрацией и плавным изменением частиц растворов в достаточно широких пределах. Если предположить, что даже наша кровь является раствором, то правильно подобранная концентрация лекарственных веществ обязательно приведет к устранению даже самой тяжелой болезни. Измерение числа химических веществ в крови считается одним из важнейших исследований, ведь по тому, как среагируют иммунные клетки, можно судить о том, насколько высоки возможности организма постоять за себя. Особая роль отведена веществам, уничтожающим вредоносные для организма элементы. В их задачи входит, например, окружение опасных бактерий для последующего их растворения внутри клетки. Поэтому это очень интересно и очень важно изучать именно фундаментальные аспекты этого вопроса, чтобы потом уже понять, как мы можем, например, усовершенствовать то или иное лекарство, как мы можем, например, помочь больному, да, может быть, просто какими-то простыми способами, чтобы вот лечение было более эффективным. В свободное время Диляра проводит занятия со школьниками. Исследовательница занимается волонтерской деятельностью. Она помогала в проведении Всероссийской олимпиады по робототехнике и Международной олимпиады по информатике. Занятия в клубе «Что, где, когда» занимают все свободное время студентки-химика. Команда КФУ «Принцип неопределенности», за которую играет Диляра, хорошо показала себя на играх разного уровня. Адель Шемилова, Ленардо Влитиаров, Универниус. 25 июля лаборатория Касперского объявила о запуске всемирного бесплатного антивируса «Касперский фри». Об этом сообщил в своем блоге основатель компании Евгений Касперский. Лаборатория Касперского объявила о всемирном запуске бесплатного антивируса. Выпуск приурочен к 20-летию компании. По словам Касперского, бесплатный антивирус представляет только базовый набор функций для защиты компьютеров и не конкурирует с платными версиями. «Инициатива Касперского для нас не была новинкой. Просто на днях они подвели итоги своей инициативы, которая была запущена в начале 2016 года. Тогда компания выступила с инициативой, инициировала опрос пользователей. Были определены ее основные элементы, которые пользователи хотели бы включить в бесплатный пакет от компании Касперского». В бесплатном антивирусе будут доступны файловые, почтовые и веб-антивирусы, а также автоматические обновления, самозащита и карантин, которые обеспечат безопасное нахождение пользователей в интернете. Арина Михайлова, Ленардо Влетьяров, УнивертНьюз. На сегодня это все новости, которые приготовила для вас команда УнивертНьюз. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok